Добрый день зрители нашего канала. Сегодня мы вас познакомим еще с одной техникой росписи пряников. Эта техника называется витраж. Ну вы знакомы с витражами на окнах, на стеклах, а это витраж на пряники. Не путаем с винтажом. Вот так выглядит пряник в стиле витраж, как из маленьких стеклышек. Вкус у него будет карамельный. Когда он высыхает, это будет уже не глазурный, а карамельный вкус. Как подарочный вариант пряника. Он смотрится очень красиво, очень стильно. И поэтому давайте познакомимся с этой несложной техникой. Просто работа будет очень кропотливая. Для этого нам надо сироп глюкозы. Сейчас это не проблема купить в любом кондитерском магазине, в интернет-магазине. Можете сделать сами инвертный сироп. Но я работаю с готовыми сиропами. Нам нужны пищевые красители. И нам нужен спирт или водка. У меня это спирт медицинский. Его нам нужно будет совсем немного. Ну пару столовых ложек мы можем использовать. Еще я буду использовать бусинки перламутровые. Вместо капели красы. И нам нужна какая-то глазурь. Обычно используют темную контурную глазурь. Я люблю работать чуть мягче, поэтому я взяла коричневую глазурь для водки. Вот она у меня уже маленьком мешочке. Мы знакомились с глазурью. Вы знаете, как ее сделать. Это глазурь для обводки. Естественно, нам нужна будет еще влажная тряпочка. Ну и немножечко зубочисток. Картинку любую можно распечатать в интернете. Покрыть пряник глазурью. Если вы обратили внимание, глазурь не плотная, совершенно жидко глазурью. Нужен просто фон. И вот теперь по готовому рисунку я буду наносить контур. Старайтесь, чтобы переходы в контуре, вот я сейчас, допустим, буду контуром водить листочек, чтобы они были мягкие, чтобы не было скачков здесь. Места соединений, если у вас получается... Вот я специально сделала крупная капелька. Пока она еще влажная, возьмите вот так вот ее и уберите как раз в салфеточку. И поправьте место стыка, чтобы потом было аккуратным у вас. И вот так. Если у вас где-то будет видна линия, ничего страшного. Она потом не будет видна. И вот все до единой линии мы обводим глазурью. Вот что у вас, в принципе, должно получиться. Вот такой контур для заливки. Вот такой вот. Вот смотрите, когда я переносила рисунок, у меня образовались лишние полосочки вот эти. Ничего страшного. То, что внутри, убирать не надо. То, что снаружи образовалось, обмакните кисточку либо в спирт, и оно спокойно все смоется. И даже если вы просто водичкой смочите кисточку, все это легко убирается. Это для того, чтобы вы не пугались, если у вас где-то выйдет за линию. Что нам нужно сделать теперь? Значит, приготовьте еще стаканчик с водичкой. Он нам понадобится. Мыть кисточки. Еще нам нужна чайная ложечка. Это для того, чтобы положить сироп. У меня вот, это подставочки для яиц, но они очень удобные. Мне очень легко разводить. У нас довольно большая заливка, поэтому я беру полную ложечку сиропа и выливаю в эту ячеечку. Это у нас будет основной цвет. Красный, малиновый. Кто в какой будет заливать. И мне надо совсем немножечко сиропа. Это для листочков. Вот я в две ячеечки налила сиропчик глюкозный. Если у вас будет больше красителей, там несколько цветов будете работать, 5-6 цветов, значит у вас тоже есть возможность сделать сразу заливочку для всего. Разводить сироп нужно только спиртом или водкой. Обязательно спиртосодержащий. Для чего? Для того, чтобы оно потом улетучилось и сироп хорошо у вас застыл. Обычно разводят один к одному для покрытия сироп. Мне надо даже быть маловатой я месочке, а может и нет. Вот видите, он как бы немножко сворачивается, а потом начинает растворяться. Нам нужно его размешивать до тех пор, пока он станет текучим. Он соединяется со спиртом. Сначала он густой, а потом он будет становиться все пластичнее, жиже. Должен быть состояние такого очень текучего меда, жиденького. Ну вот и достаточно. Видите, он когда размешивается полностью спирт, получается, что он опять становится прозрачным. Сначала он белеет, такой немножко камкасый, тягучий. Такое впечатление, что он не хочет разводиться. И сразу же разводим и второй. Почему сразу? Потому что, чтобы потом уже с красителем будем мешать, чтобы одновременно мы видели, какой будет цвет. Вот опять я размешиваю. Видите, вот он цепляется комком. А потом вот, чем больше я его мешаю, тем он больше соединяется со спиртом. И получится вот такая вот масса. Также хорошо он разводится и водкой. Я работала и на водке, и на спирте. Кто-то даже на самогонке работает. В общем, надо просто крепкий алкогольный напиток. Что можно использовать вместо глюкозного сиропа? Можно использовать инвертный сироп. И можно использовать карамельную патоку. Все это в течение суток-двух у вас обязательно затвердеет. То есть он не будет браться к рукам. Он не будет липким. Все будет хорошо. Да, меня устраивает вот такая масса. И теперь нужно ввести краситель. И вот тут может получиться у вас небольшой казус. Потому что если вы получите очень много красителя, у вас сироп потом не будет прозрачным. Поэтому вводите краситель по чуть-чуть. И смотрите по его цвету, чтобы он вас устроил. Вот я со спичечной головки взяла красителя. Развожу его в глюкозном сиропе. И посмотрите, насколько насыщенный цвет у нас получается. Вот эти комочки от красителя, если вам не удастся их разбивать, вынесите их за пределы ванночки. Потому что если кусочек этот попадется вам на кисточку, вы его потом ничем не уберете в пряники. И это вот такие вот, как бы, ждут вас неожиданности. Меня этот цвет устроил. Я больше не буду добавлять красители. Если вы хотите потемнее, добавьте красители еще. И то же самое мы сделаем с зеленым красителем. Это красители пищевые, поэтому в них возможны вот такие вот комочки. Они делаются из натуральных ягод, плодов. И особенно красный цвет. Он больше всего, так сказать, проявляется вот такими комками. Я уже не первый раз сталкиваюсь. Надо просто его очень хорошо потом перемешать. Так, ну что, наверное, чуть темнее сделаю все-таки листочки. Потому что довольно большой размер пряника. Добавлю еще чуточку красителя. Еще добавлю. Чуть разошлась с зеленым цветом. Вот, хочу сделать листочки розы потемнее. Берем на кисть красителя, прям хорошей каплей, и переносим эту каплю на пряник. И растягиваем по контурам. Старайтесь заполнять все уголочки контура. Чтобы у вас не было пропусков. Если кому-то сложно работать толстой кисточкой, возьмите тонкую. Просто на это у вас идет намного больше времени. Всего на всех. И заполняем на всю толщину нашей заливки. Вот видите, я уже не могу туда подлезть толстой кистью. Я беру кисть потоньше и поправляю вот эти все уголочки. Потому что иначе потом будут процветы некрасивые. Беру следующую каплю. И заполняю следующее пространство. Сейчас я вам покажу, что сироп начинает немножко проседать. Как бы вот такое впечатление, что он куда-то впитывается. Никуда он не впитывается, просто растекается, как ему нужно, по поверхностям. И немножко изменяется объем. Вот, видите, вот это место как бы просевшее. Это всегда можно добавить. Положите капельку. Если будете видеть, что нужно добавить, добавьте. Он сам растечется, все. Я сначала вот заливаю большие фрагменты рисунка. А потом уже маленькой кисточкой буду заполнять мелкие. Мне просто так удобнее. Вы делайте так, как удобно вам. Вот так вот. Вот я закончила заливку красной глюкозой. Видите, вот рассветленные немножко места. Пускай оно так остается, я не буду добавлять ни вот здесь, ни вот здесь. И теперь я начну работать уже зеленой глюкозой и закрашивать листочки. Тут, конечно, только маленькая кисточка, потому что переходики такие узенькие, большой кисточкой тут не справиться. Можете брать зубочисточку, расправлять, вот, допустим, поставили капельку. И если вам удобнее, чем кистью, возьмите вот так вот и растяните. Тоже имеет право быть такое. Так. 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 Продолжение следует... Вот залили мы пряничек и обязательно вы его покрутите со всех сторон. Внимательно осмотрите все линии. Вот я вижу, здесь у нас не дозалит красный цвет. Дозалили. Дальше. Вот здесь уголочек и здесь уголочек не прокрашиваем зеленым цветом. Потому что когда пряник высохнет и глазурь начнет немножко стягиваться, это будет очень-очень заметно. Поэтому на данном этапе потрудитесь его очень хорошо просмотреть. Вот уголочек пустой. И заодно посмотрите, может где-то нужно добавить объемчик. Вот допустим, вот тут в листочек хочется добавить объемчиком. Так, и вот я вяжу непрокрашенный кусочек, вот в самом-самом уголочке. Невидимый, но он и есть. Ну тут он пустоватый получился. Тоже добавим капельку. Для плотности. Вот эти линии, которые я вам говорила, берем, убираем кисточкой. Я буду убирать спиртом, потому что у меня работает дальше сразу же. Можете водичкой. Вот прям можете вот так взять и по всему контуру пройти. Тогда у вас точно не будет никаких огрехов там. Это уйдет, ну все, полминутки. Зато будет чистенько. Ну, будем считать, что пряник у нас залит. Теперь я хочу на него поставить якобы капельки росы. У меня из серебряной бусики, они абсолютно разного диаметра. И уже так, чисто по вкусу своему, влажной кисточкой. Я вот так вот и буду ставить. Кисточку я обмакиваю опять-таки в спирт. Чтоб моментально это все высыхало. Так, ну вот сюда посадим. Вот я поставлю еще в серединку бусинку. И на этом, наверное, нам, может, и хватит. Вот так вот. Пусть-пусть понаряднилась нам. И как бы нам достаточно. Он довольно яркий, красивый, витражный абсолютно. Он останется таким же блестящим, прозрачным. После высыхания. На высыхание, я вам повторю еще раз, уйдет сутки, может двое. И пряник незаконченный. Для того, чтобы он прелез законченный вид. Вот видите, у нас вот эти места, такие какие-то непонятные, ничего. Мы его должны немножко оттонировать. И поставить ему окантовку. Для тонирования я беру серебряная искра. Это кандурин. Я о нем рассказывала в предыдущем уроке. И на сухую кисточку. Не очень широкую. Вот так прям буквально по грамму. И я начинаю его наносить. Так, как я делала на полупрозрачном покрытии. Это сейчас даст даже какое-то преимущество. Он не будет однородным. Он будет такой, как бы, ну на какой-то основе. А не просто залитый. Это искра. Она довольно хорошо держит блеск на протяжении всего хранения. И она сделает его более таким мягким. Потому что, ну вот, красивая роза все. А все вокруг нее такое матовое, грязноватого оттенка. А вот с блеском это смотрится очень красиво. Кандурина хватает очень надолго. Вот даже маленькая упаковочка в 5 грамм. Она проработает у вас не один год. Вот я нанесла его таким вот слоем. Что теперь надо думать? Надо просто, или что сделать? Надо просто думать. Часть попадет на глазурь. Прям совсем капельку-капельку. А остальное все, как бы, осыпется с него. Все. С кандурином мы тоже закончили. И теперь я все думала, какую кантовку ему поставить. Красную жестко. На том прянике я сделала кантовку тоже витражную. Но тут было много пространства. Здесь пространства у нас мало. И я подумала, что я сделала кантовку, вот просто кантовку, вот такую же, как на самой розочке. У меня есть глазурь. И поэтому я ее и использую. Я не буду вести прямой линией. Я вот так вот, как бы, подзакручивая, окантую весь пряник. Вот такие прянички витражной техники у нас получились. Сушить его надо обязательно в горизонтальном положении, потому что он еще текучий. На завтра он станет уже практически высохшим. Но лучше подержите двое суток. Тогда вообще он не будет приставать к рукам. Он будет абсолютно у вас карамельный. Как вот лички карамельки. Я надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Потому что техника не сложная, просто немножко кропотливая. А эффект от нее потрясающий. Особенно мне он нравится именно на цветах. Вы пробуйте уже, на чем желаете. Заходите на наш канал. Пишите свое мнение. А мы с вами встретимся на следующем мастер-классе. А мы с вами встретимся на следующем мастер-классе. Субтитры сделал DimaTorzok